На 13 и 32 маршрутах Владикавказа за проезд теперь можно оплатить банковской картой. Безналичный способ удобен пассажирам и водителям. Скоро функция будет доступна и на остальных маршрутах. О преимуществах расскажет моя коллега Сабина Гатагова. Оплачивать проезд бесконтактно, удобно и просто. Достаточно лишь на несколько секунд приложить к валидатору карту. Вводить пин-код для оплаты проезда не нужно. Уже через несколько минут вам придет сообщение с подтверждением операции. У безналичного способа оплаты есть несколько преимуществ. Пассажирам в салоне не нужно постоянно передавать деньги из рук в руки, а водителю отвлекаться на сдачу. Достаточно просто посмотреть на экран и увидеть галочку «Успешно». Так он больше концентрируется на дороге, а это дополнительная безопасность. Просто вот сюда наклонюсь, где мелочи, то уже знаете, как это трудно будет. А от терминала даже не отвлекаюсь на слух. Как вот начали с учебный год, то дети очень много пользуются. Им тоже легче. Водители сами информируют пассажиров о новой возможности. Но люди к новшеству только привыкают. Безнал в приоритете в основном у молодежи. Старшее поколение привыкло всегда иметь наличные в кармане. Пока такой способ оплаты за проезд есть только на 13 и 32 маршрутах. Думаю, для людей, живущих здесь, удобнее и наличной, и безналичной. Мне, так как у меня российской карточки нет, то все равно я наличным рассчитываюсь. Ну а для местных, живущих, конечно, удобнее и безналичной, наличной. Мне удобнее безналичка. У меня всегда деньги на карте бывают. Я вот сейчас мелочь по дому искала, потому что сейчас не знаю, не во всех маршрутках можно карты оплачивать. А так намного удобнее картой. Сбера в Северной Осетии совместно с партнерами активно развивает систему безналичных платежей в республике. Количество транзакций в общественном транспорте в августе уже превысило 2000, что в несколько раз больше, чем за весь прошлый год. Сабина Гатагова, Зоя Тараева, Алан Суанов. Новости Осетии. Субтитры создавал DimaTorzok